На самом деле очень большой сюрприз. Не потому, что я ожидал какого-то иного отношения, но я не ожидал, что это будет настолько сердечно. За это огромное спасибо. И вообще, честно говоря, для меня выступление в этом зале крайне волнительно. И волнительно именно с точки зрения, в первую очередь, профессии. Хотя я, конечно, не странный исполнитель, так себя и чувствую, и понимаю. Но все-таки в залах подобных, концертному залу России, выступления у меня проходят крайне редко. И если не сказать вообще очень редко. В основном это филармонические залы, в которых мне уютно, удобно, и в которых, в принципе, сложилась какая-то определенная уже творческая судьба. Поэтому выступление здесь — это шаг рискованный. Ну, в общем-то, да. Поэтому такое отношение, оно на самом деле очень серьезно. И как-то бодрит и вселяет надежду на то, что это не, как сказать, небезответственный шаг. А то, что мы действительно очень давно вели переговоры, не просто давно, а в артистической жизни, это очень серьезный срок, больше пяти лет. Это только подчеркивает мое очень осторожное и уважительное отношение к этой площадке. Спасибо большое. Марья Ивановна, может быть, Вы несколько слов скажете о Вашем ангажменте? И расскажите, как велись Ваши переговоры с Олегом? Какие планы на будущее? Пожалуйста. Вы знаете, мне очень повезло случайно, совершенно случайно пойти на концерт Олега Погодина. Я много слышала, я видела по телевидению, а живьем мне не пришлось ни разу его услышать. И вот летом меня пригласила приятельница на концерт в зал Чайковского. Ой, это в зал, сейчас скажу, в консерваторию. И когда я пошла, дошла до ТАСС, там, где ТАСС, у меня стали спрашивать билеты. Люди, я иду, мне спрашивают билеты. Я думаю, что это билеты спрашивают в театр Маяковку, потому как идти вот туда, на Герцг. А у меня люди идут и спрашивают, а у Вас есть билет на Погодино? У Вас есть лишний билет на Погодино? Я ничего вначале не могла понять. Подхожу к консерваторию, там просто подойти к консерватории невозможно. Это я наблюдала в июле месяце этого года, что для меня было чрезвычайно открытием, что вот народ, оказывается, настолько знает этого исполнителя. И, конечно же, мне было безумно интересно, во-первых, услышать, увидеть, что же это такое. Оказывается, вся Москва просто у консерватории не может достать билет. Но правда меня встретил Кирилл Андреевич, директор Олега, проводил через толпу огромных людей. Попасть невозможно было людям на концерт, но вместе с тем мы попали. Когда я вошла в зал, следующее было удивление мое. Вы знаете, полный зал людей, и в том числе людей, сидящих с огромными букетами цветов, было 80% зала. Для меня это было тоже удивительно. Вот такое количество цветов, которое приносилось. И, в общем, с благодарностью каждое выступление отмечалось, Олега, это тоже было для меня полным. Ну, во-первых, меня потрясло выступление Олега, и отношение зрителей было для меня тоже удивительным. Просто зал не давал ему, бедному, вообще выпить гноточка воды, все время кричали в бис, и он пел очень много, и пел, конечно, трепетно, и на меня произвело огромное впечатление это выступление. Но самое смешное было дальше. А дальше мне очень хотелось поговорить с артистом. А попасть к нему было невозможно. Вот к нему стоял народ, вот знаете, как мавзолей. Я встала в очередь, я встала в очередь, я все говорю правду. Я встала в очередь, и простояла час тридцать, чтобы попасть. Я попала через час тридцать к Олегу. Он со всеми людьми разговаривал. Вот все, вся толпа, которая была к нему, он с каждым человеком говорил. Он каждому нашел, что сказать. Вы знаете, это действительно было удивительно, ведь наши звезды обычно редко так себя ведут. А здесь было трогательно. К каждому были какие-то слова и благодарности. Хотелось, чтобы вы вот с нами посотрудничали. Олегу достаточно было это. Он сказал, что да, концертный зал «Россия» много раз уже со мной разговаривала. Ну, в общем, у нас начались с ним такие переговоры уже о том, чтобы все-таки как-то мы нашли возможность и время, и сроки, и долгие разговоры, велимые переговоры. Потом я пошла еще к нему на другой концерт, на другую площадку, во дворе скульптуры «Меридиан». Картина была та же самая. Полный зал, подойти невозможно, цветов полный зал. То есть я тогда уже поняла, что вот такое отношение трепетное к Олегу, не случайно, естественно, и мы это все с вами понимаем, что этот человек достойный, артист достоин такого отношения. И считаем большую честь. Вот я, например, как генеральный директор российского ангажемента, считаю большую честь, что вот мне пришлось, удалось вот сегодня сказать Олегу огромное спасибо за то, что он услышал нас и согласился все-таки вот на такой рискованный шаг и провести вот эти два вечера в нашем самом для нас дорогом зале нашей страны. Ознакомились и с Погодиным по пресс-релизу. Есть ли какие-то вопросы? Я думаю, вопросов будет много. Все-таки он впервые у нас здесь на пресс-конференции. Ловите момент, потому что человек из Ленинграда каждый раз к вам приезжать не будет. По телефону с ним трудно будет брать интервью. Поэтому пользуйтесь моментом и давайте, работайте. Пожалуйста, есть вопросы? Рамазанов, вперед. Добрый день, Олег. Рамазан Рамазанов, Руси Курьер. Скажите, пожалуйста, на самом деле очень уважительно, что вы такой застенчивый, хотя за плечами у вас тысяча сольных концертов. Это похвально очень. Так ведет себя не каждый артист. У меня такой вопрос. Каковы критерии оценки и раздачи таких титулов, как «Серебряный голос России»? Потому что у нас есть «Золотой голос России» и «Серебряный принц». Почему «Серебряный»? Почему не «Золотой»? Это вопрос, да. Это вопрос, да. Каковы критерии? Вы знаете, вот, наверное, все-таки надо будет как-то убирать это словосочетание с афишей, потому что как-то чаще всего вопросы сходятся именно к этому. Вот такие первые вопросы. Почему вот у вас на афише написано «Серебряный голос России». Расскажу историю. Историю все равно надо это рассказать, поведем. Но где-то это был 96-й год. Совершенно случайно, в порыве душевном, эмоциональном, на петербургском радио, кто-то из корреспондентов впервые сказал, «Серебряный голос России применительно к вашему покорному слуге». Вот, и концертные залы в Петербурге подхватили это прозвище и даже убедили меня в том, что это можно печатать на афише. Вот, что касается, я не хотел никаких личных параллелей проводить, потому что это бессмысленно в любой рекламной кампании, когда рекламная кампания существует ради рекламы. Вот, все эпидеты «Золотой», «Серебряный», «Платиновый», «Бриллиантовый», «Какой угодно», «Стальной», в конце концов, если хотите. Вот, они, как правило, не имеют прямого отношения к сути происходящего на сцене. И не только на сцене, так, в любой жизненной, наверное, сфере. Будет так же. Вот, единственное, почему я как-то привык, не привыкли мне, почему мне полюбилось это прозвище, потому что оно очень точно в каком-то смысле совпадает с тем, что я пытаюсь делать на сцене, с тем, что я исповедую самоотношение не только, кстати, к искусству, но и к жизни. Вот, и в данном случае «Серебряный» — это как раз такого рода определение, которое имеет прямое отношение и к романсу, и к камерной песне вообще. И возникают ассоциации с «Серебряным веком». В русской литературе, прежде всего, «Серебряный век» русской литературы — это современие, как раз света русского романса. Вот, помимо того, чисто эстетическая, какая-то привязанность, может быть, опять-таки, к этому определению, она у меня тоже присутствует. Мне приятно изящная манера общения и изящный способ выражения себя, в том числе, и на сцене. Это понятие с определением «Серебряный» очень хорошо соотносится.